Здравствуйте. Когда в 50-х годах, это где-то к году в 55-м, началось, так сказать, международное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии. Дело было в Женеве, вот такие бы собирались международные мероприятия на этот счет. И председателем там был известный индийский физик Хоми Джекангир Баба. Вот так его примерно переводят его имя на русский язык. Это действительно очень известный физик. Я бы даже сказал, ему принадлежит одно из самых величайших открытий в истории человечества. Он был первый, кто подтвердил Эйнштейновское сокращение времени. Что у нас есть быстродвижущегося. Быстродвижущие элементарные частицы. И вот он и подтвердил о том, что чем быстрее движется мюмизон, мюон, тем дольше он живет. То есть вот в системе отсчета, связанной с движущимся мюоном, время течет медленнее, чем в нашей системе. То есть вот неподвижный мюон или медленно движущийся, он распадается быстрее, а тот живет дольше. Вот это он первый подтвердил. Так вот, ему принадлежит одно интересное правило, закон, его так иногда называют, закон Баба. Он не имеет прямого отношения к экспериментальной ядерной физике, а имеет он отношение вообще вот к развитию человечества. Вот работая в составе этих международных конференций, а потом возникла МЭГАТЭ, Международная комиссия по атомной энергии, он тоже в ней принимал участие, пока не погиб в авиакатастрофе в 1966 году. Закон Баба гласит следующее. Если есть какая-то техническая задача, ее решили всерьез решить, то вот лет за 20 ее обязательно решит человечество. Это такой был закон сформулирован. Закон был с далеко идущими последствиями, и причем последствиями даже в нашей, вот в советской жизни, в советской партийной жизни. Считалось, первое место приложения этого закона были исследования в области и управляемого термоядерного синтеза. И как раз примерно в то время и развернулись исследования в области термоядерного синтеза. В начале 60-х годов появился и стал популярен так называемый ТОКОМАК, такая вот тороидальная камера, да, с магнитным, с кольцевым таким вот разрядом в магнитном поле для удержания плазмы. Это наиболее перспективной считается конструкцией для получения управляемого термоядерного синтеза. До сих пор он не получен. А с тех пор прошло уже, простите, более 50 лет. Скоро уже 60 будет. И ничего, то есть в три раза превысили этот лимит. Ну, можно некоторые еще вещи вспомнить. Исследование в области регистрации гравитационных волн тоже прошло уже 50 лет, а ВОЗ и ныне там. Хотя задача вроде не такая обязывающая. У нас, когда в начале 60-х годов принималась очередная, или скажем так, новая программа партии на 22-м съезде КПСС, то определили, что коммунизм будет построен к 80-му году. То есть за 20 лет. Вот закон БАБА, как видите, да? И в чем эта цифра 20 лет имела прямое отношение к исследованиям термоядерного синтеза. У нас в России, кроме традиционных двух проблем с дорогами и не очень умными людьми, есть еще одна проблема. Там холодно у нас, нам нужна энергия. Ну, энергия нужна не только у нас, она всем нужна энергия. А у нас она особенно нужна. Так вот, была поставлена задача. Что за такой коммунизм, где мы будем топить углем, добывать уголь, тяжелая, опасная, грязная работа. Освоим термоядерный синтез. По закону БАБА к 80-му году должен быть освоен уже. Нет проблем. Вот, вот к 80-му году он освоен не был. В Москве провели Олимпийские игры и все. И забыли про строительство коммунизма. Да, потому что не оправдали ожидания. Может быть и правда невозможно решить эту проблему. То есть освоить термоядерный синтез. Если строго смотреть на закон БАБА, да, это значит, что нет у нас надежды освоить термоядерный синтез. Вот как жалко-то. Но, тем не менее, я вам желаю удачи. И все.